Красный цвет олицетворяет доблесть, смелость и победу. Эти ролики главные каналы Кыргызстана крутят в эфире вторую неделю. Отныне, объясняя дикторский голос, символом победы станут цвета государственного флага – красный и желтый. Официального запрета на георгиевские ленты нет, однако отношение к ним в этом году неоднозначное. Я вам могу дать сколько угодно, только вы можете снять георгиевские ленточки. Черно-оранжевый бекалор активист Марат считает символом агрессии царской России. Он предлагает прохожим на улицах Бишкека ленты собственного дизайна и сопровождает это действие краткой исторической справкой. Это альтернатива георгиевским ленточкам, потому что, если знаете, в 1916 году была массовая резня кыргызов. Это делали те солдаты и казаки, которые носили георгиевские ленточки. Впрочем, исторический ликбез активистам молодежь чаще всего пропускает мимо ушей. О подавлении тургестанского восстания войсками Российской империи в 1916 году большинство из них никогда не слышали. Для многих в Кыргызстане георгиевские ленты стали символом сторонников аннексии Крыма. Мы еще терпеливо относились и более-менее относились до событий Украины. Но когда сепаратисты одевают этот флаг за раскол. Растяжек и плакатов в черно-желтую полоску в столице действительно не найти. В этом году их заменил официальный цвет победы Кыргызстана – красно-желтый. О том, что георгиевская, она же гвардейская лента, никогда символом победы не была, впервые заговорили несколько лет назад. В прошлом году президент Кыргызстана уже появился на публике без привычного аксессуара. Узнаваемый символ заменил алый бант. Однако черно-оранжевые ленты российского производства продолжают распространять в республике. На днях информагентство «Спутник» – это преемник РИА Новости – провело акцию «Георгиевская лента – символ победы». Журналисты прокремлевского издания раздали сотни ленточек в пригороде столицы. Полосатую атрибутику распространяет и самая крупная сеть магазинов Бишкека. Мы официально распространяем ее, потому что она является официальным символом победы. Везде. Это все. Торговые сети бесплатно раздали около 200 тысяч лент за последние несколько лет. На это компании тратят очень большие по местным меркам деньги, утверждая, что действуют из альтруистических соображений. Хотя в двух шагах предприимчивые граждане ленточки тут же перепродают. Желающие пока находятся, но с каждым годом их становится меньше. Дюбек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время из Бишкека.